Здравствуйте! Вы смотрите Лидское телевидение. В эфире информационная программа «События». В студии сегодня работает Юлия Миссура. Начинаем выпуск с анонса его тем. Мы граждане Беларуси. В день Конституции в Лиде традиционно прошло торжественное вручение паспортов. Поднятую планку опускать нельзя. Идеологический актив личины подвел итоги работы за 2021 год и поставил задачи на 2022. Зимние ураганы наследили в белорусских лесах. В Лисском лесхозе оценили масштабы непогоды. Дата 15 марта 2022 года навсегда будет вписана в историю нашей страны, так как сегодня вступает в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Основной закон был принят 15 марта 1994 года. По результатам всенародного голосования в 1996 и 2004 годах в него вносились изменения и дополнения. В этом году, 27 февраля, белорусы тоже сделали свой выбор. Большинство проголосовало за обновленную Конституцию, которая вступает в силу сегодня. По традиции в День Конституции в Беларуси проходит патриотическая акция «Мы граждане Беларуси», во время которой 14-летние юноши и девушки, отличники учебы, победители предметных олимпиад, активные участники общественной, культурной и спортивной жизни торжественно получают паспорт. Состоялось сегодня такое мероприятие и в Лиде. Материал Ольги Главницкой. День Конституции – это праздник, который объединяет всех граждан Беларуси. В этом году он стал особенным, так как 15 марта 2022 года вступил в силу обновленный основной закон. Получить паспорт молодым белорусам в этот день вдвойне почетно. И об этом говорила, обращаясь к 14-летним литчанам, которым сегодня вручала главный в жизни документ председатель Лицкого районного совета депутатов Инесса Белуш. Мне хочется пожелать, чтобы вот эти и все остальные молодые люди, которые получили паспорты или будут получать гордость, уговорили, что они граждане Беларуси. Сегодня в этом информационном потоке лжи и агрессии очень сложно устоять. Но, знаете, на этом мы, наверное, держимся. Что мы богатые или бедные, но мы всегда помнили, каких мы корней. Мы всегда знали, что мы белорусы, и поэтому мы были сильны, поэтому мы были непобедимы. Я хочу пожелать молодым людям, чтобы именно наши республики Беларуси не могли развить свои способности, чтобы они получили то образование, которое было бы им интересно, которое бы раскрыто их новые грани таланта. Хочется пожелать, чтобы они всегда помнили, откуда они родом, потому что место, где ты родился, оно всегда является местом твоей силы. Пусть Конституция будет действительно тем стержнем, который позволит развиваться нашему обществу, решать проблемы частные, частные и общественные, для того, чтобы мы могли мирно идти и развиваться дальше. В торжественной обстановке паспорт сегодня был вручен 10-14-летним литчанам. В их числе и восьмиклассница девятой школы Дарья Любянец. Она неоднократный призер республиканского фестиваля конкурса детского искусства «Львенок» и участница многих музыкальных конкурсов. Призер районных соревнований по бегу на короткие дистанции, активистка своей пионерской дружины. Кто, как не она, могла быть удостоена чести получить паспорт в День Конституции. Тем более, что 14 лет ей исполнилось не так давно – 25 января. Сегодня с самого утра Дарья ждала момента, когда отправится во Дворец культуры на торжественное мероприятие. Представляла, как ей вручат документ и как она будет принимать поздравления. Не только у Дарьи Любянец, но и у остальных ребят, которым сегодня председатель Лицкого районного совета депутатов Инесса Белуш вручала паспорт, этот день навсегда останется в памяти. У каждого из них есть уже определенные достижения в учебе, творчестве или спорте. Родители, конечно, гордятся своими детьми, но сегодня этой гордости стало еще больше. Для меня сегодня волнительный день. Моя дочь приглашена на торжественное вручение паспорта в День Конституции Республики Беларусь. Молодые, талантливые, целеустремленные ребята на один шаг приблизились к взрослой жизни. Пришла пора более ответственно относиться к своим поступкам и задуматься о том, как можно принести пользу родной страны. Ну а самые большие победы у них еще впереди. На память о сегодняшнем событии 14-летним мальчишкам и девчонкам были вручены подарочные издания «Я гражданин Республики Беларусь» и «Государственный флаг Республики Беларусь». «Я очень рада, что мне торжественно вручат паспорт. Я хотела сюда попасть и свершилось». «Я очень сильно готовилась к этому празднику. У меня переполняют эмоции, потому что для меня это очень важное событие». «Со мной пришли Галина Горгоровна, директор школы и математик Екатерина Ивановна. Я захватывающая, мне очень нравится». «Я очень довольна, что мне в такой торжественной обстановке вручат паспорт. Я очень довольна этим, я горжусь этим». День Конституции Республики Беларусь – это праздник, а значит, была и праздничная программа. Ее подготовили коллективы учреждений культуры и учреждений образования Лиды. Поздравил всех с Днем Конституции также победитель телевизионного шоу «Х-фактор» в Беларуси наш земляк Андрей Панисов. 27 февраля белорусы проголосовали на республиканском референдуме за внесение изменений и дополнений в Конституцию. 4 марта президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал решение республиканского референдума по изменениям и дополнениям в основной закон страны. Сегодня обновленная Конституция вступила в силу. «Изменения затрагивают практически все структурные элементы основного закона, за исключением одного раздела – финансово-кредитная система Республики Беларусь. Всего изменению, дополнению подверглись преамбула и 80 статей закона. Текст Конституции дополнен 11 новыми статьями, в том числе одной новой главой. Текст обновленной Конституции в настоящее время содержит 156 статей. Основные изменения, следует отметить, включены в положения, направленные на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме народа, воспитании патриотизма. К примеру, проявления патриотизма, сохранения исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа теперь являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь, в соответствии с дополнениями к статье 54 Конституции. Государство дополнительно на себя возлагает обязательства по созданию условий для защиты персональных данных и обеспечению безопасности личности и общества при их использовании. К примеру, уже вступил в действие и в законную силу закон о защите персональных данных. Определенные изменения коснулись избирательной системы и референдума. Прежде всего, стоит отметить введение единого дня голосования для выборов депутатов. Это последнее воскресенье февраля. Особо можно выделить исключение из перечня лиц, которые не имеют права участвовать в голосовании, лиц, в отношении которых в установленном уголовно-процессуальном законодательством порядке избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Особо значимым изменением и дополнением раздела 4 Конституции послужили нормы, закрепляющие конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Данный раздел дополнен отдельной главой. Так, ВНС стал высшим представительным органом народовластия, выполняющий стабилизирующую и консолидирующие функции в обществе, гарантирующий преемственность и устойчивость системы органов государственной власти. Что касается изменений в отношении должности главы государства, то следует отметить, что произошло ужесточение требований к кандидатам в президенты. Повышается возраст не моложе 40 лет, увеличивается период постоянного проживания в стране перед выборами с 10 до 20 лет, устанавливается запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство. Кроме того, закрепляется положение, согласно которому одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Изменения коснулись и Национального собрания и правительства Республики Беларусь. Увеличен срок полномочий парламентариев и депутатов местных советов с 4 до 5 лет. Существенные изменения также коснулись суда. Прежде всего стоит отметить исключение устаревших норм о высшем хозяйственном суде. Теперь Верховный суд возглавляет систему судов общей юрисдикции и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие посредством гражданского, уголовного и иных форм судопроизводства, предусмотренных законом. Председатели судей Верховного суда избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Кроме того, изменения коснулись и порядка и формирования деятельности Конституционного суда. Отныне председатель и судей Конституционного суда избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Также закреплена возможность граждан напрямую обращаться с жалобой в Конституционный суд на нарушение их конституционных прав и свобод, проверяя конституционные законы, примененных в конкретном деле. К другим темам. Идеологический актив личины подвел итоги работы за 2021 год и поставил задачи на 2022. На мероприятие были приглашены заместители руководителей по идеологической работе предприятий и организации региона, представители региональных средств массовой информации, лидеры общественных объединений. Участие в совещании приняли заместитель председателя Лицкого райисполкома Геннадий Владыка, руководитель и специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи. Напомним, по итогам прошлого года в рейтинге районов Гродненской области по организации идеологической работы отдел идеологической работы и по делам молодежи Лицкого райисполкома занял первое место. В это внесла вклад вся идеологическая вертикаль региона. На совещании было отмечено, поднятую планку опускать нельзя. Вместе с тем, идеологическому активу региона еще есть к чему стремиться. Есть моменты, которые необходимо доработать в текущем году. Обсуждая работу за прошлый год, участники совещания поднимали ряд актуальных тем. В том числе говорили о важности идеологической работы, о роли руководителей и их заместителей по идеологической работе в трудовых коллективах, о средствах массовой информации и влиянии информации из интернета и соцсетей, о молодежной политике, о деятельности общественных объединений. 2021 год, год народного единства, стал годом сплочения, консолидации не только всего белорусского народа, но и личан. Год отзнаменовался множеством мероприятий, важных мероприятий. Это и Всебелорусское народное собрание, это мероприятие, приуроченное к 80-летию начала Великой Отечественной войны, это День народного единства, который впервые праздновался в нашей стране, это и подготовка предложений в проект новой Конституции Республики Беларусь. Все мероприятия сопровождались, получили свое идеологическое информационное сопровождение. Но самое важное, что личане, как и все белорусы, смогли противостоять внутренним и внешним вызовам и угрозам и сохранить стабильную общественно-политическую обстановку в регионе. 2022 год уже начался с важного общественно-политического события, это обсуждение проекта изменений и дополнений в основной закон нашей страны и подготовкой к проведению республиканского референдума. И надо отметить, что вся идеологическая вертикаль, все личане приняли активное участие в обсуждении изменений и дополнений Конституции. Проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная, информационно-пропагандистская работа. И важно, чтобы в реалиях сегодняшнего дня, с учетом общественно-политической обстановки, с учетом ситуации в мире, информационная работа получила свою большую напористость и эффективность, и наша задача в каждом трудовом коллективе дойти до каждого работника и до каждого личанина. И, конечно же, здесь важно для того, чтобы жить в мирной, независимой, процветающей, развивающейся стране, до каждого жителя нашего региона в том числе, чтобы своим трудом на своих рабочих местах, по своему месту жительства внести свой вклад в развитие нашей любимой личины, нашей родной Беларуси. Конечно же, важно воспитание гражданина и патриота, и здесь касается не только молодого поколения, но и в целом всего населения нашего региона. По итогам 2021 года наград Лицкого райисполкома и районного совета депутатов были удостойны наиболее успешные идеологи личины, а также были отмечены организации, у которых идеологическая работа поставлена на должном уровне. Среди награжденных были корреспондент Лида-медиа-компании Анна Войтулевич и редактор интернет-ресурса Лида-медиа-компании Ольга Яхонтова. Как победитель районного конкурса «Трудовой потенциал-2021» в номинации «Лучшая направляющая компания» отмечены Лицкая районная организация БРСМ и Лицкий профессиональный лице милиаративного строительства. Руководители общественных объединений района также вручили награды. Зимние ураганы в прямом смысле наломали дров в лесах Беларуси. По данным Министерства лесного хозяйства, в результате стихии в республике пострадали порядка 20 тысяч гектаров лесов. Глава государства поставил перед работниками лесохозяйственной отрасли задачу навести порядок в лесных массивах в максимально короткие сроки, а сломанные деревья отправить на переработку. И хотя последствия урагана для Гроднищины в целом и для Лицкого района в частности оказались не такими уж и значительными, как в других областях работникам Лицкого лесхоза сидеть сложа руки все равно не пришлось. Наведение порядка в лесах – дело привычное для работников лесного хозяйства. Однако нередко природные стихии вносят коррективы в их планы. К устранению последствий ураганов работники леса приступают незамедлительно. Зачастую один и тот же участок страдает от непогоды раз за разом. Так было и минувшей зимой. В Лицком лесхозе, лесничество которого находится на территории пяти районов Гроднинской области, отмечают – основной удар на себя в этом году приняли лесные массивы вблизи дорог. У нас были назначены плановые рубки, уборки захламленности, которые мы начали проводить с начала года, но стихия сделала свои коррективы. Первый разгул стихии был январь месяц, после чего мы начали оперативно вдоль дорог убирать захламленности. Те деревья, которые были повреждены, сломаны и вывернуты спорными. Потом был второй разгул стихии – это февраль месяц. То есть те поставленные планы, которые были после первой стихии, мы выполнили, после второй также выполнили. Как справиться с последствиями ветровалов и буреломов работники Лицкого лесхоза знают. Для начала лесники осматривают свои владения на предмет захламленности и определяют, какие меры стоит предпринять. Затем к работе подключаются вальщики. В этом году специалисты лесного хозяйства пошли по другому пути. Был облет территории на вертолете Ми-8. Присутствовали директора лесхоза и их заместители. Генеральный заместитель генерального директора Эдуард Иванович Лигер. Мы облицели большую половину Грозенской области, оценили с воздуха ситуацию. Сплошных рубок не увидели, не было у нас. Но назначили участки, которые нуждаются в уборке от захламленности. На данный момент все участки разработаны. В общей сложности силами работников Лицкого лесхоза в этом году на территории поврежденных участков было заготовлено более 500 кубометров древесины. Это были не только поваленные и сломанные деревья, но и рядом стоящие, подлежащие скорой вырубке. Все работы проводились без привлечения многооперационной техники. Именно такой подход в Лицком лесхозе посчитали более рациональным. Одно дерево сломанное находится на площади, условно говоря, 3 квадратных метра. Оно составляет полметра кубических. Но мы проводим рубку в виде 4 гектаров, берем целый вызов. И деревья, которые поврежденные, усохшие, мы их убираем. Получается у нас 5 гектаров, 4 гектара и порядка 20-30 кубов древесины. Были задействованы лесничества. Это вальщики леса, лесники. Они производили рубки. Операторы подвозили данную продукцию. Продукция уже реализована. Поэтому силами лесничества справились. Многооперационную технику не привлекали, так как это экономически невыгодно. Потому что многооперационная техника будет разрабатывать, ну сколько, 100 кубов, 80 кубов в день. Больше затрат понесем. На месте спиленных деревьев вскоре появятся новые. Высадку в Лицком лесхозе планируют начать уже в конце марта. Но при условии, если погода будет благосклонна. Всего в текущем году на территории 11 лесничеств Лицкого лесхоза под новые деревья отведено 350 гектаров. Молодые леса появятся на местах вырубок и землях, выведенных из сельхозоборота. Мы ежегодно вырубаем сплошные рубки. И на этих участках на последующий год мы создаем лесные культуры. То есть они все засаживаются. Кроме того, мы принимаем земли от других лесопользователей, которые им не нужны, которые ими не используются. И мы, соответственно, их засаживаем новыми лесами. И получается, что создаем леса больше, чем вырубаем. Порядок в лесах Лицкого лесхоза его работники навели собственными силами и в кратчайшие сроки. Кроме того, они оказали помощь в этой работе коллегам из Белынического лесхоза, что в Могилевской области. Там последствия разгулявшихся стихий были куда более масштабными. Только специалисты Лицкого лесхоза убрали на Могилевщине 1800 метров кубических древесины. Так как непогода у нас не особо сказалась на ситуации в лесах, помощь местных жителей работникам леса не понадобилась. Однако они, как и прежде, могут самостоятельно заготавливать древесину для себя как топливо. Чтобы запастись дровами по стоимости древесины на корню, что гораздо дешевле готовой продукции, нужно обратиться в ближайшее лесничество, составить договор, оплатить за дрова, а после отправиться на отведенный участок для заготовки. Люди сами могут заготавливать дрова, но к этим работам мы их не привлекаем, потому что это достаточно опасная работа. Мы задействуем людей на разработку буреломных лесосек, у которых стаж не менее пяти лет работы на лесосеках. Плюс проводим инструктажи целевые ежедневно. Поэтому люди могут заготовить дрова в более спокойной обстановке. В данной обстановке, тем более, что это вдоль дорог республиканских и международных, здесь проводят только юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство. И это опасная работа, которая может повредить где-то транспорт, где-то еще что-то. Это надо предельно быть внимательным и постоянно этим заниматься. Если последствия природной стихии в лесном хозяйстве решаются на местном уровне, то санкции, наложенные Евросоюзом в отношении древесины из Беларуси – вопрос международного масштаба. Объем ее экспорта в страны ЕС, по данным за 2021 год, превысил 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Но без выходных ситуаций не бывает. В Министерстве лесного хозяйства решили перераспределить товарные потоки. С европейской зоны белорусская древесина уйдет в азиатскую. На сегодня в Лицском лесхозе запланированные работы по заготовке древесины выполняются в полном объеме. Мы древесину продаем только в круглом виде, наш лесхоз. У нас переработки такого и нет. То есть мы продаем на предприятия, которые перерабатывают, белорусские предприятия. В итоге получается, что мы не страдаем от этого, ну как бы из-за того, что мы на экспорт ничего не даем. Но если наши предприятия будут работать в полной мере, будут управлять готовую продукцию на другие рынки, тот же Китай, Азию, южные страны, то мы, в принципе, не пострадаем. Будем работать, как и работали. На данный момент нет никаких предпосылок уменьшать объемы заготовки, оставлять наших людей без заработной платы, чтобы они сидели дома, не кормили свои семьи. Но это как бы ничего не намекает даже. Порядок в лесах, заготовка древесины, лесовосстановление – ключевые аспекты в работе Лицского лесхоза. В этом направлении будет продолжена их деятельность и в дальнейшем. О чрезвычайных происшествиях в регионе. Сегодня в Лидии на пожаре погиб 63-летний мужчина, инвалид второй группы. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Радищева от очевидца происшествие спасателям поступило около половины 10 утра. Четыре подразделения МЧС оперативно выехали на место. К сожалению, спасти хозяина дома не удалось. К моменту прибытия огнеборцев он был уже мертв. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. На месте происшествия сегодня работала следственная оперативная группа. В 9.26 на ЦОУ Лицского РЧС поступило сообщение о факте загорания жилого дома по улице Радищева 1 в городе Лида. По прибытию подразделения МЧС было обнаружено греение жилого дома. И в 9.38 в зеном году ДЗС в жилой комнате обнаружен хозяин жилого дома, 63-летний, инвалид второй группы. Привлекали четыре подразделения МЧС. Пожар потушен в течение 30 минут. В настоящее время причина пожара устанавливается. В этом году в Лидзе и Лицском районе уже произошли 22 пожара в жилых домах и хозяйственных постройках. Огонь унес жизни двух человек. На сегодняшнее утро в регионе зарегистрировано более 20 случаев загорания сухой растительности. В связи с установившейся сухой погодой и непрогнозируемыми в ближайшие дни осадками, спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о последствиях весенних полов. И это была последняя на сегодня информация всех с Днем Конституции. До свидания.